Не оставить безжеланного новогоднего подарка пенсионеров – это цель всероссийской благотворительной акции «Мечты невидимых стариков». В Ульяновске её организатором является некоммерческая организация «Ресурс». Наша съёмочная группа вместе с представителем организации побывала у Веры Фёдоровны Шалтыбиной, которая уже много лет живёт одна и с трудом передвигается по дому. Она родилась в 1945 году в селе Ивановка. После седьмого класса переехала в Ульяновск. Работала на радиоламповом заводе 20 с лишним лет. Монтажницей. На пенсию ушла. Там на пенсию завод закрывали. Там всё в 90-е годы. Трудно пришлось. Но я не пережила всё это и живу до сих пор. Суть акции в том, что одинокие пожилые люди должны написать письмо Деду Морозу, а потом получить от него желанный подарок. Просьба женщины была очень скромной. Коробочка конфет. А вы в детстве писали письма Деду Морозу? Нет, тогда не писали мы в детстве. Всегда ждали подарка от Деда Мороза. Тогда Дед Мороз, как в наше время, когда я была маленькая, какой Дед Мороз тогда был. Приходил. Тут было трудно. Но Дед Мороз приходил. Соседи? Ну да. Как сумели наряжались. Ваткой надо всё равно Дед Мороз приходить. А какие подарки приносила? Как подарки? Печенье, конфеты. В поиске одиноких пожилых людей общественникам помогает социальная защита. А подарки от Деда Мороза предоставляют благотворители. К счастью, мир не без добрых людей. Мы призываем местные сообщества поучаствовать тоже в этой акции. То есть любые организации, учебные заведения, библиотеки, клубы, какие-то всевозможные союзы предпринимателей. То есть мы рады любым благотворителям, которые откликнутся. И помогут нам организовать поздравления с небольшими подарочками. Список подарков у нас есть. По словам Галины Барышниковой, пожилые люди мечтают о продуктовом наборе к новогоднему столу. Баночки кофе, махровом полотенце, походе в театр. Но о самом главном они, конечно же, не пишут. О внимании и редких минутах общения. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Улправда ТВ.